Привет! Вы снова смотрите записки Вятича на Тайване, мой видеоблог, очередной сюжет, очередные приключения. Сегодня нас ждет поездка, точнее я уже приехал сюда, в городок Инге. Привет! Хотел бы просто рассказать, как я ехал. Буквально на ту неделю было холодно, вы смотрели мой выпуск про снег на Тайване. Если нет, то посмотрите, вот тут будет ссылочка. Я начал говорить про настоящий блогер. И было холодно, и было ощущение зимы, ну зима на дворе, январь. А сегодня вышло солнышко. Вчера был дождь, 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 противно, не хочется на улицу. Солнышко. Но земля и воздух все равно еще прохладные. Я вот в курточке, но солнце печет уже так-так по-летнему. Я вспомнил ощущения мартовские или апрельские из Кирова, даже из Москвы. И ощущения такие, что зима, вот у нас скоро уже закончится. Снег стает, ручейки утекут, и все будет хорошо, и опять наступит тепло. И это вот такой переходный период, когда ты мерзнешь, но только на солнышко глянешь, сразу улыбаешься. Ощущение какой-то тайны, которая скоро придет, скоро разбудит этот сонный город. А здесь зима. Ну такая, что никакого не ощущалось холода. Одна неделя, все. Поэтому сегодня 31 января. Поздравляю Иришку с днем рождения. Иришка, привет. Приезжай. Заглядывай сюда. Я, в Тайвань. Тебе недалеко. 31 декабря. И мои приключения проходят в городе Инге. Это столица керамики Тайваня. Здесь делают потрясающие чайнички. Это столица керамики Тайвань. Это старая улица, на которой на самом деле находились все фабрики и производства. Ее переоборудовали под исключительно торговую, развлекательную. А все фабрики и печи перенесли подальше. Но тоже в этом городе Инге. Недалеко от Тайпея. Сюда можно добраться на электричке минут за 20. Я приехал минут за 30 на моем угольке. Итак, вперед. Пойдем смотреть. Такой выбор чайнички здесь просто закачивайся. Да. Это гринча? Да. Да. Оллун? Тайвань? Да. Оллун. Да. Да. Это из... из моря? Алисан. Алисан. Ааа. 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 Аааа. 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 Ааа. Ааа. А здесь вот такие вот камушки есть. Камни здесь всяческих на любой вкус. Драконы есть, будды есть, есть просто пещерные вот такие камни. Аааа. 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 Это... Петухи? Нет. Это орлы. Они дерутся за какую-то добычу. Как-то тут, очень вкусно. Аааа. Аэаа. Ну-а-аа. Вот так выглядят традиционные сувениры или украшения Тайского Новогоря. В целом, они представляют из себя пожелания, денег, богатства. Основная тема нового года китайского – это богатство. Смотрите, сколько. Ооо, ручная, наверное. Ооо, такие смешные. О, целые наборы. Вот это классно. Дороговато. Ну ладно. Раньше были печки. Посмотрите. Прекрасная мастерская керамики Лин. Они создают новую линию керамики. Довольно современная, но со всеми традициями обожаю вот эти вот глиняные, не обожженные, не глазированные чайнички. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас покажу вам поподробнее. Они красавцы, да? Да. 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 Керамик Студия. Да. 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 Все такое как будто бы разбитое, как будто бы не настоящее, не четкое. Но в этом и кайф. Ай-яй. Книжку измел? Измел? Нет, не измел. Хочу вам показать одно, что мне очень понравилось. Вот это чайничек, наверное, вот так удобно. Из него пить? Да. Нам готовить. Что-то заварил? М-м-м-м. Опять пришли. А тут такие вазы огромные. Я даже думаю, что это не совсем вазы. Везде, везде, везде много. М-м-м. Много отличный поттери. О! Заглянем-ка сюда. Удивительные чайники, в которых глина соединяется с деревом. Представляете? Это настоящий. потом это все еще так сделано это не просто какая-то красотулечка это вполне функционально удобно мне предложили сейчас чайку выпить а вот чайничек воду нам кипятят но в таком как раз чайничек деревянной ручки хозяйка бежала суды спуэр и и чай идем yep Такая вот горелочка Какой-то костерчик Питечка Открываем А внутри Горелочка Она на алкоголе Ну на спирте скорее А наверх ставится Вот это прекрасно Оп Вот так вот это выглядит Это горит Лампочка горит, горит, горит Водичку мы можем согреть здесь А потом воду Переливаем В чайничек, в котором будет завариваться Оп Все продумано настолько классно Что Потом Оп Когда Из этого чайничка Надо будет переливать в кружечку Можно это делать одной рукой Не обжигаясь Чик Потому что Вот эта пимпочка Придерживает крышечку Прямо напротив Направления слива И не надо держать Одна рука работает прекрасно Оп Супер Он не нравится пуэр Парти Парти Как вкусно Парти 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 Очень сладкий 7 лет 7 8 это очень очень спокойно не очень сильно но очень спокойно и вкусно вы любите? да, хорошенько хочу изучить еще побольше этот прекрасный чайничек наблюдите его ручка просто невероятно держать ее удобно при всей ее кривости даже под пальчик сучок хоп наливаешь куда-нибудь сумасшедший я спросил как крепят ручку к глиняному стаканчику но ничего внятного не получил ответы глину обжигают 1200 ручка явно сгорит при этой температуре поэтому вероятно что есть просто некая вклейка что же внутри ох крышка какая глина глина не ровная со всякими прожилками обычно используются прожилки из металла ну точнее специальная глина которая обогащена металлом она придает особый вкус черному чаю именно хороша для черного чая а а кажется что он только что вышел из какой-то печки грубая работа на самом деле очень тонкая и продуманная эта пимпочка просто завораживает пить чай что интересно вот такие вот лимонные чайки здесь внутри выдержанные олунь вот так продают пуэр такие пуэркеки бывают даже вот такие вот тыквы из пуэра вау что здесь такое у это школа здесь можно сделать а а вау а можно прийти сюда и самому чего-нибудь полепить с детишечками и самому вон папа любит тоже делать какую-то вазу и так сюда можно прийти и сделать свою вазочку надписью сегодня мой день рождения потом это будет обожжено даже нет еще не обожжено вот в этой вот печки можно будет этим пользоваться она будет настоящее а потом кружку даже можно раскрасить вот набор цветов у меня такой нравится или такой вот это тоже ничего интересного это подземное хранилище глины с которой потом делают вот эту керамику ничего себе вот в этом бидоне в этом подземелье они смешивают глину и отстаивают ее да правда хорошо там да интересно а что там а здесь лишняя вода сливается лишняя вода там сливается да там она видимо по-русски не говорит и здесь это в воду они отстаивают и потом используют заново все поняли пойдем дальше нет там все таки интересно все в интернете а а а а а а а а